На время каникул учеба отходит на второй план. Ребята берут в руки пульты управления, спускают яхты на воду и готовятся побеждать. В эти минуты каждый из них капитан собственного судна. Кстати, яхты школьники мастерят сами в судомодельном кружке при Досаафе под руководством наставников. Мы подготавливаем корпуса, клеим парусы, настраиваем лодку для того, чтобы опустить ее на воду. Сердца ребят водная стихия пленила по-разному. Кто-то последовал примеру родственников, кто-то пришел в судомодельный спорт после рассказа друзей или знакомых. Мне нравится заниматься, сидеть, что-то настраивать, что-то клеить, ремонтировать. Ну, я как-то уже привык к этому. Я узнал от друга своего, он от брата, я от друга. Ну, я сдаю физику, мне это надо знать все, моторчики, лебедки устраивать, ну, это физика, электричество. Вот это меня большую часть привлекает. Яхты движутся вперед только под воздействием ветра. В них нет механических двигателей. С одной стороны, управлять подобным судном довольно просто. С другой, необходимо овладеть непростой теорией. Нужно знать, как бы правила этих видов соревнований. Нужно понимать, как правый, левый галст против ветра или по ветру. На фардаке вставать или подбито. Хороших результатов можно достигнуть только после усиленных тренировок. На минувшем первенстве России арчане доказали свое право на лидерство и попали в призовую тройку. Мы заняли почетное второе место. Опередили только ребята из Таганрога. А позади себя оставили сильнейшую команду из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежа, Омска. Как бы ребята у нас занимаются не один год. Сборная такая крепкая у нас занимается. Есть такой Азарийский Андрей. Он уже член сборной России. Принимал участие в чемпионате мира, который проходил в том году в Польше. Он был там один из фаворитов из соревнований, поэтому он занял одно первое и два вторых места. И получил грант 30 тысяч. Ребята продолжают заниматься любимым делом. Впереди у них немало побед и впечатлений. Стать полноправными капитанами могут многие подростки. Было бы время, желание и тяга к водной стихии. Светлана Станкевич, Дмитрий Старостенко, Илья Логачев. Служба информации «Тырка Евразия».